Багдаев 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 Пенсионерка Есть у меня Родственники Пенсионеры На сегодняшний день Они Больше всех Страдают От Каких несправедливостей Со стороны власти Или несовершенства законов И так далее Но самое страшное Я думаю Впереди Ожидается Видимо Все таки Это prze savvy Сajes С экономическими Неурядицами Увеличение Пенсионного возраста На 5 лет Когда мужчины Будут уходить на пенсию 65 Женщины Соответственно 60 По всей видимости Это произойдет Тут Тут трудно сейчас сразу сказать, насколько это будет позитивно или негативно в целом для общества, но так или иначе, это не совсем такая, скажем так, хорошая новость для людей. Работать пять лет дополнительно – это тяжело достаточно. Да, учитывая, что средний возраст у нас 69 лет, я думаю, что это не очень хорошая новость. Продолжительность жизни у нас тоже не такая уж большая на самом деле. Поэтому, конечно, это серьезная тема, и с другой стороны можно понять и государство, которое на сегодняшний день не может нести это время, это тяжелое время, удачивать пенсии. У нас количество пенсионеров все-таки достаточно большое в стране. Но здесь надо, видимо, искать какие-то компромиссы, возможности. Но самое главное – это поднимать экономику в целом в стране. Если страна будет богатая, то можете позволить ей платить пенсии, и не такие пенсии, как сейчас, а увеличить их, соответственно. Есть один механизм омоложения населения – это массовая миграция, приемы мигрантов из Средней Азии, что фактически, наверное, и происходит у нас. Я вот в Москве посмотрел, там в сфере обслуживания, в коммунальной сфере очень много среднеазиатов и людей молодого поколения. Очень много, я в Москве видел, межнациональных пар и так далее. Как вы считаете, с другой стороны, традиционалисты пугаются того, что Россия утратит свои исконные корни и так далее, видоизменится в расовом отношении. Как партия ваша оценивается? Ну, я сейчас полностью за партией сказать сейчас не могу, потому что этот вопрос мы как-то так вот специально... Ну, давайте лично. Личное мое мнение такое, что, ну, во-первых, среди тех трудовых мигрантов, которые на сегодняшний день есть в Москве, допустим, в других городах России, доля тех людей, которые приехали навсегда, то есть хотят получить гражданское российское, это все-таки не такая большая. То есть большая часть трудовых мигрантов, они именно приехали приехать, позаработать, сколько-то денег и вернуться на родину. Конечно, есть какая-то часть, которая в абсолютном выражении, наверное, тоже немаленькая, которые хотят именно натурализоваться в России и остаться. Но я думаю, что России на сегодняшний день бояться такого не следует, потому что все-таки... То есть мы не получим Европу-2, то, что происходит в Германии, там, где отторжение идет общества? Ну, то, что происходит в Европе, это спланированная акция. То есть она срежиссированная, она спланированная. И война на Ближнем Усоке – это всего лишь повод для того, чтобы вот такую атаку свершить. Так, кем срежиссированы? Ну, есть какие-то силы, потому что слишком много фактов тому, что вы считаете, что это действительно срежиссированное. А я думаю, что со временем мы узнаем, кто это все устроил и как это все устроено было. Но обычно обвиняют американцев, что это их управляемый хаос. Ну, во всяком случае, на сегодняшний день есть очень много подозрений, что это все-таки устроили... Ну, исполнителями, во всяком случае, были турки. Так, это Турция. С чьей подачей? С американской подачей? Либо это было у них самостоятельно, я тут сказать сложно, но, по всей видимости, американцы там какое-то участие принимали все равно, потому что не могли не принимать. Все, возвращаемся к местным событиям. Вот, живя в Москве, я был в свое время в 2003-м, потом был в 2012-м, прошлый год весь провел в Москве. Я вот заметил какую тенденцию. Очень резко снизился уровень ксенофобии, да? То есть, непризнанного отношения именно к Среднеазиатам, Кавказцам и так далее. То есть, Москва как-то стала более толерантнее, и этих тех же самых скинхедов, которые убивали наших земляков, бурятов, как-то их невидно и так далее. Это что? Новый виток развития в общественном сознании или что? Почему толерантнее-то стали москвичи? Ну, мне трудно сказать. Я в Москве не был очень давно. Ну, вообще, россияне, получается, более толерантнее стали. Да, я не был давно. Но вопрос о том, что россияне в целом должны стать, по факту, более толерантны, чем был в какой-то период, да, это очевидно. Потому что такой путь конфронтации и национального неприятия – это путь совершенно никуда. И здесь явно очевидны усилия государства в этом смысле. То есть, и уголовное преследование за национальную рознь, да, с одной стороны, и пропагандистские какие-то там вещи, да, они все в целом привели к тому, что вот снизилось такое отношение. Ну, и потом, видите, все-таки русский народ, он тоже неглупый народ и умный народ, и они понимают… Интернационалисты по природе своей. Да, то есть, подавляющее большинство населения русского, они прекрасно относятся к другим народам. Конечно, как говорится, ни в семье, ни без урода, безусловно, этих ксенхедов или каких-то таких вот ксенофобов, их не так много, по-большому счету. Просто они, как бы, более часто о себе заявляют. А простой-то народ, он за этим не стоит. Но вы согласны с тем, что будущее у России, как великой страны, только как многонациональной державы? Ну, здесь очень сложно на эту тему говорить, потому что, на мой взгляд, лично на мой взгляд, что на сегодняшний день Россия – это все-таки русское государство. Это русское государство, здесь более 80% русских, это раз. Во-вторых, на втором месте стоят украинцы, белорусы, которые в перспективе, скорее всего, брусеют, это понятное дело. Процесс ассимиляции идут и финно-горских народов, и те же татары, и бурят, и так далее, и так далее. Все, кто антропологически близок к русским, они достаточно активно ассимилируются. Поэтому, безусловно, на мой взгляд, то, что сейчас в России вот эта русская тема не поднимается, вернее, поднимается не так, как хотелось бы. То есть, русским надо было больше говорить чисто о русских интересах. И что это за интересы? Как несохранение России? Я считаю, что это, наверное, самая главная задача – сохранить страну. Здесь, видите, все это с одной стороны понятно, но когда мы начинаем говорить о России и, как мы говорим, о русских, это все-таки две разные вещи. И когда та же самая власть говорит о том, что интересы России, интересы России, в этом смысле интересы русских исчезают. То есть, в принципе, я согласен со многими высказываниями со стороны представителей русских населения, когда говорят, что интересы русских не так явно представлены. Другой вопрос, другой вопрос, что интересы русских, защита интересов русского населения русских, оно не должно сопровождаться ущемлением других народов, прав других народов. Но на сегодняшний день явной такой сформулированной, четкой русской идеи нет. И от этого страдаем мы все, россияне. Путин озвучил на дне, что главная национальная идея – это патриотизм. Хотя, как это может быть национальная идея, когда патриотизм вообще присущ, наверное, гражданину? Да, любой гражданин в любой стране, по природе он должен быть патриотом. Ну, тут, ну, что скажешь, глава государства, лидер нации сказал, что национальная идея в патриотизме, другое дело, как он это ее понимает? Ну, мы можем явно сказать прямо, что на сегодняшний день русские, в целом России, да, производят впечатление от неких таких потерявшихся. То есть, это нация, которая до сих пор не встала на свой путь развития, не нашла свой смысл. Русские или россияне? Русские, русские, именно русские. То есть, те, которые не нашли все-таки свое место до конца, да, те, которые не знают, куда двигаются, что двигаются, идеологические составляющие тут, ну, очень слабо проявлены. И от этого страдают все. От этого страдает вся российская государственность. Да, если большинство не определило, что остается делать местами. Да, и народы, другие народы, проживающие. Хорошо, коротко скажите тогда. Три задачи, которые стоят перед русскими. Русским народом. Ну, мне на самом деле за русских очень сложно говорить, да? Да, ну, первое, наверное, это сохранить Россию, как великую страну. Есть задачи? Не, ну, здесь видите, какая ситуация получается. Очень коротко, не надо много. Да, понятно. Очень коротко. Раз, два, три, три задачи. Не знаете? Нет, сразу так сформулировать очень сложно. Но я могу сказать только одно, что сам основной вопрос, это надо определиться с тем, куда идти. Что идти? Что такое с русским? Ну, так куда идем, в рынок идем, буржуазное общество идем, демократическую страну устроим. Это уже две идеи, правильно? Да, идеологически. И третья, территориальная целостность, однозначно, правильно? Сохранение русского языка. Четыре уже идеи. Что еще нужно? Ну, омоложение нации. Это все следствие, на самом деле. Это все... Следствие чего? Давайте очень коротко. Это следствие основной идеи. Так, ну что... Основную идею, вот эту, ее надо сформулировать. То есть, какая историческая роль у русских? Вот. Но сейчас пытается... Все остальное, то, что вы говорите. Сейчас пытается навязать имперскую идею. Что народ богоносец, что он миротворец и так далее. Что он доминирует в мире, где-то там управляет, значит, беспорядками, наводит порядок в той же Сирии. Вот такую идею власти сейчас пытаются навязать. Ну, на мой взгляд, нынешняя политика государства, она все-таки далека от имперской. Все-таки далека от имперской. И здесь попытки в той же самой Сирии, попытки защитить собственные интересы. Если речь не идет о захвате Сирии, там еще что-то, да? Об этом речи нет. Вот. Поэтому на сегодняшний день, я так понимаю, что российское, русское общество, оно так вот болезненно нащупывает вот те вот параметры той национальной идеи, которая вот должна быть. То есть, мы ушли от социализма, коммунизма. В общем, хорошо, все понятно. Пока идут искания. Да. В общем, мы с вами поговорили обо всем и ни о чем. Давайте теперь более конкретную проблему. Да, давайте. По Тунке. Как вы думаете, является ли это симптомом того, что у Бурятии есть возможность свергнуть действующую власть и прийти новым силам? Ну, получается, кто у нас тут новые силы? Левые? Старые, новые, да? Да, старые, новые. Как вы оцениваете перспективы коммунистов, вообще левых, левопатриотических, можно назвать, сил, на предстоящих выборах в Государственную Думу и возможных выборах главы Республики Бурятия? Ну, выборы в Тунке и выборы, как и в Иркутской области, они четко показывают, что коммунисты нашли некую технологию избирательную, которая позволяет им, во-первых... Что за технология? Ну, они пытаются, они контролируют ход голосования. То есть, не допускают самая такая распространенная вещь, которую всегда обвиняют наши власти, хотя доказательств каких-то нету, это взбросы, естественно. Тотальный контроль процесса голосования, причем не когда один сидит наблюдатель, а когда их там большое количество, там 5-10 человек сидит, и когда каждый шаг избирательной комиссии контролируется, и вообще процесс голосования контролируется очень жестко, не позволяют производить какие-то манипуляции, махинации во время избирательного процесса. В этом отношении я хочу вспомнить одну историю. В свое время, в 2012 году, я имел честь разговаривать, пообщаться и познакомиться с Алектиной Апариной. Это один из подвижников Зюганова, но она, к сожалению, в Царстве Небесное уже ушла из жизни. В Иркутске проводили семинар коммунистов, я с ней общался, и вот я ей задал вопрос. Вы очень много коммунистов говорили о том, что в 96-м году фактически коммунисты победили, но власть фальсифицировала выборы. И я у нее спрашивал, а почему вы в судебном-то порядке не оспорили, на что она мне сказала Бато, Алектина Апарина говорит, мы не знали, где и как они нас обманули. То есть за 20 лет, уже прошло 20 лет, с 1996 года, видим, коммунисты все-таки нашли какой-то рецепт противодействия фальсификации выборов. И очень успешно опробировали его в Иркутске, и сейчас мы видим наглядно, это же произошло в Тунке. Да, совершенно верно. Насколько хватит у коммунистов сил проконтролировать предстоящие выборы, все-таки выборы по республике, это довольно сложный механизм. Да, это довольно сложно, и на сегодняшний день сказать так вот однозначно, что не хватит сил или не хватит сил, достаточно сложно. Но здесь единственный выход объединиться с другими оппозиционными силами, правильно? С другими оппозиционными партиями и так далее. Но сумеет нынешний лидер Вячеслав Мархаев стать той обеднеющей силой? Это тоже, с одной стороны. С другой стороны, то, что коммунисты будут пытаться делать самостоятельно, вот этот контроль организовать, да, это безусловно. И какой-то контроль безусловно будет. Смогут ли они сделать его абсолютным и тотальным, это другой вопрос. Но то, что контроль будет, и достаточно жесткий, это очевидно. И в этой ситуации, конечно, это для власти нашей местной, или не только, это в целом по России, это не просто звонок, это такой серьезный набат. Потому что очевидно, опять же, что коммунисты могут ретранслировать этот опыт на всю Россию. Да, и в целом, и в других областях, и в других регионах вот эта методика может применяться. Да, в Гурятии может стать полигоном для отработки этой методики. Все, меняем тему. Фактически, еще Вячеслав Михайлов, Вячеслав Владимирович Наговицын, да, наш глава республики, еще не определился с выборами. Пройдет ли он на досрочные выборы, или все-таки на очередные выборы в будущем году. И в этой связи, что интересно, я общался с депутами народного хурала, они говорят, вообще на сегодняшний день не определено, каким образом мы будем выбирать главу республики. То ли это будут все народные выборы, то ли это будет система назначения, которую предлагает Путин для национальных республиков. С целью защиты титульных наций. То есть, на том же Северном Кавказе. Но это можно спроецировать и на Бурятии. То есть, получается, если будет система назначения, по логике Путина, должен быть выдвинут на главу республики представитель бурятского народа. Так же получается, как представитель ститульного народа. Но это, наверное, вот такая уже 20-летняя боль бурятского народа, которую очень хотят видеть во главе республики представителя своего народа. В этой связи Наговицыну очень сложная ситуация. Как вы думаете, какой он выберет механизм и какой для него все-таки оптимальный выход из этой сложной проблемы? Ну, на самом деле, существуют интересы Наговицына, существуют интересы республики, существуют интересы федерального центра. И свести все это в одну точку достаточно сложно. Потому что может сложиться такая ситуация, что интересы Наговицына не будут учтены, допустим, федеральным центрам. Они посчитают, что там свой расклад какой-то. В меньшей степени интересы Бурятии здесь будут, наверное, учитываться, потому что у федерального центра свои интересы. Но здесь надо сказать следующее, что, по моему убеждению, конечно, для того, чтобы что-то изменить в республике в плане политики, в плане экономики, конечно, нужен лидер Бурят. Другой вопрос, кто конкретно. Потому что среди тех заявленных на сегодняшний день возможных кандидатов, к сожалению, яркой такой фигуры, неоднозначной фигуры нет. К сожалению. Поэтому может случиться так, что мы к выборам придем как бы с пустой корзиной, с пустой обоймой. И в этой ситуации, конечно, выборы могут оказаться, скажем так, не совсем, скажем так, оптимальными. Но на самом деле, с другой стороны, трудно ожидать от ситуации, когда вот сколько лет выборов не производилось, назначалось, да. И понятно, что и никакие лидеры не вырастали, не светились и так далее. Поэтому, если мы сейчас, в дальнейшем, система назначения останется, то это придет к тому, что просто будет продолжаться вот это иждивенчество, политическое иждивенчество со стороны как населения. Так и политическое. Меня удивляет в этой ситуации другое. Путин провозгласил о необходимости защиты интересов титульных народов в национальных республиках. С другой стороны, получается какая-то двойная бухгалтерия. Путин дважды уже вносил в народный хурал представителя нетитульного народа на высшую должность Республики Бурятия главы. Почему такая нелюбовь или что, или непризнь, или ненаверие к бурятскому народу со стороны президента России. И мы в свое время вот с молодежью собирались на кругом столе и пытались выяснить, в чем причина нелюбви Путина к бурятскому народу. И пришли к выводу о том, что в этом виноват прежде всего сам бурятский народ. Как вы считаете, вот молодежь сказали, сами буряты виноваты в том, что Путин не доверяет нам. Да, в определенном смысле это так. Потому что здесь надо прямо сказать, что основная проблема во взаимоотношениях Бурятии с федеральным центром, это является сепаратизм. Да. То есть опасность сепаратизма со стороны Бурятии. То есть Бурятия один из немногих регионов России, который реально, вот сепаратизм, где реально может существовать. То есть может отделиться. Это не относится к Татарстану, который в Анклаве находится, так, может, Крацстану и так далее. А потом он исторически имел место. Одним из главных сепаратистов в Бурятии был кто? Кто был главным сепаратистом в Бурятии? Кто был сепаратистом? Атаман Семенов, верховный правитель России, который проволоксосил необходимость создания большого панмонгольского государства. Вот главный сепаратист Атаман Семенов. Да, безусловно. Вот поэтому вопрос сепаратизма на сегодняшний день, это самый основной вопрос, который… Волнует федеральный центр. Волнует федеральный центр, и на этой базе создается вот это такое недоверие. Почему? Потому что буряты в целом, вот я уверен, 100%, основная подавляющая масса народа нашего бурятского, они не сепаратисты. Хотят жить. Да, они хотят жить в России, они не преследуют цели отделения от России и так далее. Но вот это чувство как бы внутри сидит, и буряты это дело не демонстрируют. Силу характера, интроверты, то есть направлены вовнутрь. А федеральному центру, опять же, в силу их характера, нужно демонстрировать свою вероходность. Как это делает Чечня сейчас блестяще. Ну и, пожалуйста, результат. Поэтому в этой ситуации получается, что как бы разность менталитетов, разность подходов, вот в этом проблема. Поэтому на сегодняшний день для того, чтобы выйти из этого заколдованного округа, необходимо бурятскому народу демонстрировать свою лояльность. Но с другой стороны, посмотрите, когда были голосования при бесцит по Усерде и Аге, буряты проявили максимальную поддержку идеи Путина ликвидации двух бурятских национальных образований, субъектов. Проголосовали за уничтожение Усерды и за ликвидацию Агеинского автономного округа. Это ли не проявление лояльности, верноподданничества Путину к российскому государству? И потом, посмотрите, в Донбассе, кто там проявил максимум патриотизма? Именно боевые буряты. Кто у нас на слуху? Чеченцы – это боевые буряты. И в этих условиях оно меня просто удивляет. Почему такое недоверие? Ну, во-первых, по поводу округов. Здесь, как же так, если говорить о каком-то верном поддачестве, то можно говорить в отношении бурят, проживающих в округах, это во-первых, да? А буряты, проживающие в республике – это как бы немножко все-таки другая ситуация. Во-первых. Во-вторых, это достаточно тоже сложно интерпретировать эти результаты. Потому что, насколько я знаю, было очень много обещаний со стороны и руководства Иркутской области, и со стороны руководства Чеченской области, которые потом не были выполнены. И на сегодняшний день обманули. Да, обманули, короче. Это, во-первых. Во-вторых… Что, кстати, усиливает негативные движения в республике. Во-вторых, свою лояльность власти необходимо именно демонстрировать. То есть, на мой взгляд, это должно происходить по меньшей мере в три этапа. На первом этапе необходимо, чтобы наша общественность, элита наша бурятская, высказалась по этому вопросу. То есть, это представители творческой интеллигенции, представители научной интеллигенции, депутаты разных уровней. А вторым этапом это могло бы стать решение Всебурятского съезда. На Всебурятском съезде могли бы обсудить этот вопрос. Кстати, давно не собирался Всебурятский съезд. И никогда этот вопрос не ставился. То есть, это вопрос политический. А наши съезды Всебурятские, как известно, они политическими вопросами не занимались. Никогда. Хотя они должны были поставить. Навеки с Россией вопрос. Да, конечно, конечно. И на третьем этапе должен появиться лидер или, допустим, там, череда лидеров, которые бы лично могли гарантировать от отсутствия сепаратизма. То есть, они становились бы гарантом лояльности Бурят. Как Рамзан Кадыров в Чечне. Вот тогда можно было бы начать активно заниматься национальным вопросом в Рисе Бурятии. Почему у нас наши политики, чиновники, как черт ладана боятся национальным вопросом? Потому что любой чиновник или политик, который начинает заниматься этим национальным вопросом, его сразу обвиняют в национализме, в сепаратизме и так далее. Потому что вопрос-то открытый. Но сегодняшний главный националист – это, наверное, Вячеслав Мархаев, который с трибуны Народного хурала возвестил, заявил о том, что, значит, ректором БГУ должен быть представитель титленного народа. Но просто меня, конечно, удивляет. Сейчас, став сенатором по Иркутской области, он заявил, что этих слов не говорил. Но это другое дело, значит, насчет его, значит, политических убеждений, стойкости и так далее. Как вы думаете, Вячеслав Наговицын, мы уже заканчиваем буквально две минуты, способен стать тем лидером, который будет провозглашать полную лояльность Бурятии к России? Ну, к большому сожалению, нет. Так. Потому что бурятам нужен именно бурятский ветер. И Кремль никогда не поверит русскому, за которым стойкости. Тем более назначенцы. Да, тем более назначенцы. В общем, у нас задача какая? В ближайшие, значит, девять, может быть, в течение, значит, двух лет найти того лидера среди бурятского народа, который способен будет не только повести бурятский народ вперед, но и объединить других избирателей, представителей других национальностей, стать настоящим главой республики. Эта задача стоит перед обществом, прежде всего перед бурятским народом. Конечно. Ну, и те же наши русские же, они ждут, говорят, где ваш лидер, за которого мы готовы отдать свои голоса. Его, к сожалению, нет. И каким образом, вы думаете, есть возможность найти за оставшееся время того человека, который поведет и бурятский народ, и нашу Бурятию вперед, вместе с Россией, в процветание? Ну, я сам по натуре оптимист. Я считаю, что это очень сложно, очень трудно, но возможно. Здесь очень многое будет зависеть от активности самого народа. Если мы сейчас всем народам продемонстрируем лояльность, отсутствие сепаратизма, с другой стороны, сможем сформулировать четко те задачи, проблемы, которые есть у бурятского народа, найти пути решения этих проблем, предложить пути решения проблем, и будем активно этим заниматься сами, то тогда все возможно. На сегодняшний день совершенно очевидно, что без активности бурят в Бурятии, Бурятии из этого положения не вытащить, ни экономического, ни политического. Активность в Бурятии политическая – это залог успеха. Все, спасибо. Давайте на этом закончим нашу беседу. Спасибо за то, что пришли в нашу студию. Мы еще раз поздравляем коллектив, дружный коллектив телекомпании АТВ с новым 2559 годом по буддийскому календарю. Желаем успехов, здоровья, благополучия всем нам и нашей любимой Бурятии. До свидания. Всего доброго.